Она с детства мечтала жить в Америке, изучала английский, искала самые разные пути выезда в США. И вот однажды ее мечта осуществилась. Она покинула родной город Тольятти и, как ей казалось, навсегда уехала в Штаты. Там у нее был дом, работа, друзья, но, пожив на американской земле, она вдруг поняла то, что надо возвращаться на родину. Почему она это сделала? Что сломило ее в Америке? В эфире программа «Твердый знак» и мы ее ведущие Роман Полицков и я Марина Хакимова. И говорить мы сегодня будем о том, чем так привлекает многих за границей и почему все больше людей, пожив в других странах, набравшись опыта, возвращаются обратно на родину. Сегодня, кстати, друзья, к нам на программу специально приехали гости из разных городов России, чтобы поделиться своим опытом жизни за рубежом и поделиться своими историями своего возвращения. Хочу представить нашу первую героиню. Она приехала к нам из Санкт-Петербурга. Студентка Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций. Зовут ее Ольга Минаева. Оль, скажи, пожалуйста, где бы ты предпочла жить? На самом деле, в последнее время я склоняюсь к тому, что я бы хотела жить за границей. Ну, на самом деле, у меня нет опыта проживания за границей, в то же время я очень наслышана об этом. Причин много, на самом деле. Я сейчас получаю высшее образование, и я думаю, все знают, сколько в среднем получает инженер в России. Так вот, в Европе пособие по безработице намного выше вот этой вот оплаты труда. Возьмем самое благополучное, то есть, например, Германию и Францию. У них наиболее высокий уровень как раз-таки пособия по безработице. Это около 60% от средней заработной платы. Но, чтобы было понятнее в цифрах, в Германии это в среднем 2000 евро. То есть, в пересчете на наши деньги около 140 тысяч рублей. То есть, основная причина – это финансовая или есть еще? Ты говоришь, что ты хотела бы жить за границей, конкретно Германия, Франция, да, ты назвала стран. Потому что там финансово ты будешь более защищена, да. Там такое высокое, даже если у тебя не будет работы, там такое высокое пособие по безработице, что несравнимо, как ты думаешь, с российскими зарплатами. А еще какие причины? Почему еще хотела бы ты там жить? Ну, финансово они все-таки превалируют сначала. Возьмем, знаете, еще такую вещь, как минимальный размер оплаты труда. Вот, например, в России с 1 января этого года он составляет 6 тысяч, около 6 тысяч по стране. В Санкт-Петербурге это около 10 тысяч. Но на самом деле это даже не прожиточный минимум. Прожиточный минимум в Петербурге – 11 тысяч. Это очень странно, согласитесь. При том, что минимальная оплата труда в Европе составляет 8,5 долларов в час. То есть для того, чтобы заработать эти 8,5 долларов, человек за границей должен трудиться 10 часов, да? А в России? В России 10 часов, а за границей 1 час, 8,5 долларов. Не совсем. В России, за границей нужно трудиться 10 часов для того, чтобы получить минимальную заработную плату в России. А, у тебя такой пересчет. Вот, собственно. Но это вот основная или еще есть какие-то причины? На самом деле нет. Меня очень... Я люблю страну, я люблю наш народ, я люблю нашу ментальность. Но есть проблемы со свободой, с внутренней свободой. Я очень свободолюбивый человек, и сейчас я живу в Санкт-Петербурге не просто так. Изначально я переехала туда из Сибири, потому что там у меня не было возможности самореализовываться. Прежде всего, у меня не было свободы самовыражения. И, например, в той же Германии, возможно, она станет основной темой сегодняшней передачи, в Германии с этим совсем нет проблем. Как бы ты ни выглядел, чем бы ты ни занимался, сколько бы тебе при этом не было лет, всем все равно. Но, то есть, если ты приятный человек, тебе будут относиться соответственно. А у нас в стране все-таки предрассудки преобладают над каким-то личным восприятием человека. Это немного печально. И за границей больше свободы. Хотелось бы, чтобы у нас это было тоже. Я с удовольствием слушаю ее. Мне в душе очень весело. Я не хочу ее разубеждать. Потому что все, что бы я сейчас не сказал, это будет воспринято как ворчание, брюзжание старого человека. На самом деле, нужно съездить, посмотреть. Все эти иллюзии, они быстро развеются. И я думаю, что со временем, это, конечно, не в 25 и не в 30 лет, придет понимание того, что жить можно где угодно. Но это главное, для чего и с кем. Человек может быть одинок где угодно, в любой стране. И в то же время, если у вас есть любимый человек здесь, вы будете счастливы и здесь. У вас пока идет поиск, накопление информации. Поэтому я даже призываю всех собравшихся, всех коллег, не отговаривать ее. Ну, а я хочу представить нашу героиню, о которой я говорил в самом начале. Это Анастасия Власова. Она приехала к нам из Толиати. Анастасия, добрый день. Расскажи, пожалуйста, почему ты решил вернуться из штата к нам обратно в Россию. На мой взгляд, Соединенные Штаты Америки, как говорят, мечта миллионов, но мечта не моя. Скажу почему. Я пробыла там, прожила там 4 месяца. Я очень мечтала, очень хотела. Я не спала ночами, думала, ну вот-вот, скоро я поеду. Не сдала экзамен. Я уехала с надеждой, что я останусь там. Но прожив там, я поняла, что эта страна не моя. Это страна стереотипов. Страна американцев, которые полностью живут по инструкции. Мне кажется, ни один русский человек не живет по инструкции. Вот он захотел сменить работу. Взял и сменил. Американец же нет. Он будет 30, 40, 50 лет работать на одну и ту же работу. Да, ему будет хватать. Но ничего в своей жизни не изменит. Это не для меня. Во-вторых, что касается питания. Питание там отвратительное. Это все правда, что все люди толстеют. Это абсолютная правда. Я тоже набрала несколько килограмм, которые в глубине души мне как бы не дают покоя. Я бы не хотела вернуться туда вообще никогда. Может быть, там, Калифорния, побережье, к океану, да. Но что касается жизни там, работать там нет. В каком городе ты там жила? Я жила в трех городах. В Канзасе, в Чикаго и в Нью-Йорке. Казалось бы, Нью-Йорк – город постоянной рекламы, постоянного движения. На самом деле, на каждом шагу мусор. Проходишь на каждом шагу люди социального низкого уровня. Бомжи. Да. Все к тебе пристают. Все не имеют нравственных каких-то понятий. То есть, реально приставали? Да. Вот есть люди, получившие американскую мечту. Я живу в Нью-Йорке, под метро. Нет, мы жили на Манхэттене, но выходив на улицу, мы выходили на улицу, и просто моя сказка, моя мечта срывалась, и вот она, реальность. Реальность была совершенно другой. Реальность совершенно была другая. То есть, верхний сайт, он такой грязный, да? Да. Серьезно? Все полностью грязно. Куча мусора на каждом шагу. То есть, нет, есть центральная авеню, и все. И то там вот так вот по периметру бомжи вот так сидят. Куча мусора. И то есть, вы ходите, фотографируетесь, и дай бог попадется место, это реально, где нет вот этого мусора. Бомжи, мусор, толстые, да, отвратительное питание. Да. Еще что ты сказала? А, все стереотипы. Единственное, что я заработала там денег, но я заработала как бы немало, и все спустила на шоппинг. Единственное, что мне понравилось, это, конечно, да. Все остальное нет. Жить там, приезжать, путешествовать, да, пожалуйста, жить там нет. А ты там работала, да? Я там работала. Кем? Я там работала на трех работах. Я была хостес, я подработала в двух ресторанах там. Это программа ученическая, студенческая, work and travel. Я работала на двух работах и вечерами, и с утра я подработала хаускипером, это как, ну, как уборщица, что ли. Уборщица. Но основная моя работа была хостес. Вот. Это что такое? Это встречать, провожать гостей. Провожать, да, провожать, нет, в ресторанах. Провожать гостей, американцев, которые тебе спасибо, ну, они говорят, улыбаются. Есть же пикап смайл американский, он, да, есть, существует, но за спиной сразу же, не отходя, они могут тебе сказать. Ну, вот, русская ничего не понимает, я как бы, я хорошо знаю английский, и поэтому для меня было шоком. То есть национальная дискриминация еще была? Да, было такое, у меня был момент, я уставала полностью после работы, и один, ну, одна женщина мне сказала, где твоя улыбка, я хочу, чтобы ты улыбалась мне. В моей душе, ну, как бы, был полный, я была провалена, какая улыбка, ну, понятно, почему ты позволила себе шопинг, потому что три работы, да. То есть работала круглосуточно практически. Надо было как-то себя побаловать. А вот, скажи, пожалуйста, они тебя, вот, ты говорила то, что, где твоя улыбка, они, получается, из-под полы тебя, что ли, вот, заставляли это делать, или она просто, как бы, из чувства того, что ты реально там устала, что ли, как? Ну, вы понимаете, Америка такая страна, все наигранно. То есть жена может придать мужа, там абсолютно у всех пар существуют контракты брачные, то есть, мне кажется, в Америке не существует понятия, просто любовь. Все наигранно абсолютно, и также ей улыбка тоже наигранно. То есть, женщина захотела, чтобы ты улыбнулась, ты не улыбнулась, ну, там, сделала вид, ну, да, все нормально. И тут же она к администратору подходит, к твоим руководителям и говорит, вот почему, и там, ну, может даже обозвать себя, там, ты Нести. То есть, что это такое? Переворы противные, ну, там, противные улыбки. То есть, не искренность полная, да, все играют друг с другом, вот эта вот американская улыбка, да, это голливудская. Это все наиграно, да? Ну, и дело в России. Все точно сразу сказал, и все друг друга поняли. Вот по приезду мы в аэропорт Домодедово возвращались. И я была, я просто, я ожидала этих моментов. Я вступила на российскую землю, и я была, представляете, я была рада услышать даже хамство русское. Я просто там... Ну, я была счастлива. Вот так. А вот кто-нибудь, можешь мне объяснить, почему вот сейчас у всех вот именно Америка стоит вот целью? Вот учишь ты английский язык, но ты именно должен в Америке. Почему ни в Англию, ни в другую-другую страну, которая, где этот язык официальный? Потому что Америка – это страна больших возможностей. Это действительно так. Ну, я заработала 6 тысяч долларов. За 4 месяца? Да. Я там полностью все оставила, конечно, полностью все в Америке. Купила себе много сумок Michael Kors. В общем, дорогую одежду. Но почему все хотят туда поехать? Потому что это реальные большие деньги. На простой, казалось бы, работе хостес можно заработать такие деньги. Ну, такой ценой, да? Да. Вот ты считаешь, цена и ее труд, который тебе пришлось вложить, не это... Нет, я туда больше не поеду. Можно работать здесь, уставать меньше, приносить себе счастье и пользу. Даже работать тем же хостесом, допустим, но ты будешь счастлива в своей стране. Просто, наверное, я патриот своей страны. И никто не будет говорить за спиной то, что вот, она у вас там не улыбается. И просто в открытую сразу. Нет, да. Да, и я считаю это правильно. Пусть сразу, но нежели вот так. Ну, нежели за спиной, да, за глаза. И потом, я так поняла, ты стала патриотом своей страны, узнав хорошо другую страну. Тебе нужно было пожить в Америке, чтобы понять, что такое Россия. Все познается в сравнении. Ну, Россия, мне кажется, всегда выкарабкается. Американцы про нас говорили, мы вас боимся, у вас огромная армия, вы холодные. Мне кажется, это действительно так. Но, может быть, я привыкла к этому, но... Вы холодные, в смысле, у вас холодно? Вы холодные, нет, в плане душевной теплоты. Я это опровергала всячески. И получилось так, что холодные-то они. А мы, наоборот, очень милые, добрые россияне. Это как раз таки все. С таким лицом, милый, добрый, нажимаешь на кнопку запуска тополем. Все из-за этой фальшивой улыбки, на самом деле. Читал откровения американцев России. Собственно, говорили следующее. Люди в стране с названием Россия не улыбаются практически вообще никогда. То есть, для того, чтобы заслужить улыбку русского человека, нужно очень сильно постараться. Для них это очень странно, потому что у них же улыбаются абсолютно везде. Мне кажется, это правильно, потому что улыбка будет искренней. Да, в том-то и дело. Русский человек сделает это от души, а не вот американцы улыбнулся тебе, ты, допустим, на него понадеялась, какие-то что-то планы какие-то построила, а он на следующий день просто, ну, а вот новое. А что такого? Позвольте задать вам вопрос. А насколько большой опыт работы у вас здесь в России и профессиональных отношений здесь в России? У меня я два года работала тоже хостесом. Два года я вообще не работала. И как вы можете сравнить работу хостесом здесь и там? Прямо. Я два года проработала здесь, и мне гораздо больше понравилось, нежели я работала там четыре месяца. Ну, я имею в виду, чем, интересно, чем понравилось, чем не понравилось? А тем же то, что руководитель, как отношение руководителя к самой, ну, к мне, команде своей, к те же как-то в Америке, там, ты не вышел на работу, все. То есть тебе сразу дается там четыре поинта, ты два раза не вышел на работу, как бы тебя, ну, увольняют. В России же, если даже, даже, если ты не оформила заблаговременно свой, как сказать... Больничный? Да, больничный. Тоже дается, как бы, тебе немножко отсрочка. Ну, у меня так было, по крайней мере. Ну, вам очень повезло, я рад за вас. А у вас какой-то другой опыт? Ну, не совсем у меня, просто у меня тоже есть знакомые, я знаю, насколько тяжело бывает у нас здесь, в России, на работе отношение руководства к подчиненным, насколько оно бывает, не столько соответствует, чему вы говорите. Вот, и да, вы можете говорить, что там все по инструкции, но у них действительно все по инструкции. Если ты провинился, тебя по инструкции наказали. Если ты чем-то выделился, тебя по инструкции наградили. У нас это очень часто на работе, особенно если это частная фирма, зависит от настроения человека и личностных отношений между сотрудниками. То есть, если тебя, допустим, не влюбили, тебе там ничего не светит. Ну, наверное, девушкам в этом плане легче, особенно красивым, наверное, так. У нас в студии есть Мария Чебоксаринова, она приехала специально к нам на программу из Йошкара-Алы, долгое время тоже жила в Америке. Давайте ее мнение послушаем тоже. Маша, скажите. Здравствуйте. Столько, на самом деле, хотелось сказать, вот, и ждала своего часа, потому что я в этом году только ездила, ну, прошлым летом, получается, точнее, в том году, да. И так же четыре месяца жила в Америке, работала по Walk & Travel также, вот. И мои впечатления, мне кажется, совсем другие, потому что я не ехала с мыслью там остаться. Я точно знала, что вот 14 сентября у меня самолет, я улетаю домой, у меня даже мысли не было выйти замуж, там, получить как-нибудь грин-карту. Поэтому я еду домой. И, наоборот, на самом деле, по приезду сюда, когда я попала в аэропорт, и мне сразу, куда сумки ставишь, у меня сразу, господи. Я сразу такая, господи, я готовилась к этому, к этому хамскому отношению, и у меня был, наоборот, шок. Так, в чём же у меня другие впечатления от тебя, Настя? Я сначала жила в очень маленьком таком городке, называется Бальвернон, в Пенсильвании. В Пенсильвании, штат Пенсильвании, да. Да, и там, на самом деле, как кино, такой крошечный городочек, дома отдельно, супермаркеты отдельно. Я тоже была хаускипером в отеле, и у меня сначала всё было очень-очень негативно, потому что на работу я ходила вообще по трассе, общаться мне было не с кем, ну, то есть вообще ноль практики, ноль денег, ноль всего, трата времени. Вот, и как ни странно, у меня была начальница русская, и как ни странно, она была стерва. И тоже её звали Маша, и я думаю, ну, господи, что ж такое, как так вообще происходит, почему у меня начальница русская, а мне не везёт. В итоге я смогла потом уехать в Питтсбург, это тоже Пенсильвания, там я тоже работала официанткой, там ещё в одном месте. Ну, по поводу питания. Я на самом деле человек, для которого это очень важно. Я в основном ем только то, что я приготовила, то есть, ну, я очень щепетильна в этом вопросе. И я много тратила довольно-таки денег на это питание, потому что в супермаркете мне приходилось долго выискивать что-то. Если же мне приходилось питаться вне дома, то я тратила больше денег, чем обычно люди тратят на это, потому что купить бургер, купить салат, ну, вот здесь будет цена бургера, здесь будет цена салата, на самом деле. То есть, здоровая пища там очень дорогая, да? Нет, я бы так не сказала, она просто дороже, чем джанк, да, чем джанк-фуд, но у нас ведь также, в принципе, если я просто сравнивала цены на овощи у нас, у них, на курицу, там на какое-то другое мясо и в эквиваленте на доллары, там это совершенно нормальная еда. То есть, это не очень дорого, на самом деле. Да, наверное, я тратила больше, чем кто-то, кто также ездил, потому что у меня уходило больше денег на это, но за счет этого я не расстраивалась из-за того, что я набрала, из-за того, что люди толстеют, из-за того, что я нездоровая как-то. То есть, всегда нужно ставить, наверное, приоритеты, и я не работала так, чтобы на вынос, на износ, да, и поэтому у меня нет такого ощущения, что у меня что-то того не стоило. Я заработала денег не так много, чтобы у меня был какой-то супершоппинг, я на самом деле так это смарт-шоппер, я очень люблю, чтобы была хорошая скидка, то есть, я поэтому, ну, не потратила много денег на шоппинг, на самом деле, но я потратила на путешествие. То есть, я довольна, что мои усилия, которые были вложены, они, ну, то есть, не были выше, чем то, что я получила, скажем так. Вот, а по поводу жизни в Америке, я не скажу, что я хочу там жить, и что это моя мечта сейчас. Если у меня будет такая возможность, да, я поеду. На самом деле, я только вчера запомнила заявление на грин-карту, на лотерею, потому что там встретило очень много людей, особенно из Украины, которые выиграли и живут там. Работают, учатся, конечно, они в масле катаются, но, ну, живут нормальной жизнью. Украина — это всё-таки немножко другая история, особенно в свете последних событий. Нет, эти люди давно туда приехали, лет 10 назад. В Америку? Да, то есть, у них не было такого, что из грязи в князи. И что-то я ещё хотела сказать. Да, по поводу вообще социального обеспечения в Америке. Тут я могу сказать, что в России оно, пожалуй, даже лучше, потому что, если взять девушек и беременность, а также декретный отпуск, есть такая вещь только в России, по крайней мере, по словам американских моих знакомых, потому что там девушки работают буквально до 9 месяца, и за 2-3 недели лишь они могут себе позволить уйти, потому что, ну, никто их держать на работе не собирается. И как только они после родов могут вступить на работу обратно, они тут же бегут работать обратно. Или же им приходится уходить с работы совсем, а их муж зарабатывает намного больше денег. Поэтому в этом плане здесь лучше. И нельзя сказать, что Америка хорошо, Россия плохо, или наоборот. Это всегда зависит от человека и от ситуации в жизни. А вот что конкретно? Какие критерии того, чтобы ты вернулся в Америку? Что тебя там ждёт? Повторюсь про возможности. Я считаю, что там их больше, потому что у нас, мне кажется, слишком много бюрократии. И, ну, я просто так сужу со слов... Расскажите, расскажите. Такой бюрократии, какая есть в той же самой ФРГ, например, ну и в той же самой Америке, ну, просто в мире нет. Там душу вынут за то время, пока будет решён какой-то вопрос. Это в том случае, конечно, если у вас нет знакомых. Там точно так же работают все связи, кумовство. Только мы, граждане России, приезжая туда, об этом не знаем. Всё это познаётся в процессе. Ну, сама Марина сталкивалась с этим неоднократно. Да, я носила во всевозможные амты, так называемые, это чиновничество. Жила в Германии, когда 8 килограмм бумаг, 8 килограммов бумаг, да, вот эти вот все документы. И когда я сказала, пожаловалась одному своему приятелю, говорю, вот я 8 килограммов бумаг принесла рентенферзичеронг, пенсионное страхование. Он мне сказал, 8 килограммов, у меня полный багажник, у него большой джип, он сказал, я полный багажник вожу в пенсионное страхование, то есть просто чтобы, например, какой-то процент от твоей зарплаты жил. И что касается налогов, вот я знаю, что Татьяна Александровна Бабуина у нас в гостях, начальник отдела академической мобильности Департамента внешних связей Казанского федерального университета. Да, здравствуйте. У вас тоже есть опыт жизни в Германии, и вот ваши впечатления. Да, 5 лет назад я училась в Германии в университете Регенсбурга, это Бавария, вот, но прежде всего я рассматриваю свою учебу как такой опыт, жизненный опыт, потому что мне было интересно, как там организовано обучение, потому что там все совсем по-другому. Наш университет тоже сейчас в последнее время семимильными шагами развивается, но там уже обучение поставлено на очень такую высокую ступень. Вот, и... Где бы вы хотели жить? Ну, сейчас я живу здесь. А где бы хотели? Где бы хотела, но это сложный вопрос, потому что если будет такая возможность, то почему бы нет? Поеду в Германию. Да, то есть... Очень интересно. То есть можно ехать за опытом, но это не значит, что всю жизнь сидеть в Германии, скажем, да? То есть на самом деле немцы очень мобильные, и вообще все европейцы мобильные. Например, ты родился в Берлине, потом ты поехал учиться в Мюнхен, а после этого, ну, скажем, ты решил поступить в аспирантуру куда-то на восток, например, да, в Лейпциге, вот, а уехать с работы совершенно в другую сторону, ну, скажем, в Америку. То есть это нормально. То есть мир постоянно меняется, мир космополитичен, то есть, ну, нельзя привязать себя к какому-то конкретному месту. Это хорошо, может быть, для студентов, но вот у нас девушки-героини, да, и в студии, наверное, все-таки семья, да, если у тебя дети, то ты не будешь с детьми из Мюнхена в Берлин, потом в Америку. Да, если что-то, например, случится с родными, да, вот меня всегда какая мысль пугала, да, то я не могу сесть, скажем, на автобус и через 10 минут быть уже своим родным, да, то есть расстояние, это действительно очень такая полезная вещь. Ну, можно переехать с семьей, например. Ну, да, это самый лучший вариант, если с тобой будут твои близкие. Я хочу представить еще одну нашу героиню, это студентка из Питера, приехала она к нам. И что самое интересное, то, что ты гражданинка, ну, гражданка Эстонии, родилась там, да? Да, мои родители сыграли свадьбу в Эстонии, мы там жили, когда мне было 4 года, мы вернулись в Петербург, потому что там, ну, очень, на самом деле, сложно жить, не в плане каких-то финансов, работа, но идти очень просто, вот, в плане именно какого-то жизнедушевного, то есть граждане Эстонии, сами эстонцы, они не принимают русских вообще никак. У меня очень много знакомых семей, которые живут там, и живут там уже по 20-30 лет, и даже за этот долгий срок их не принимают в свой круг. То есть все общаются, вот русские, приезжие, украинцы, которые там живут уже очень давно, они общаются только между собой, все. Эстонцы их не принимают, они не согласны с ними, общаются более близко, только деловые отношения. Поэтому, ну, там нельзя так просто выйти к соседу и сказать, слушай, у меня соль закончилась, дай, пожалуйста, как это можно сделать у нас, ну, в любом городе России. То есть эстонин сразу отвернется и будет тебя, да, куда подальше. Да, у них очень, на самом деле, плохое отношение к русским. Но это в Европе, в большинстве стран, так. В той же Германии я туда ездила, не один раз жила там тоже по 2-3 недели по школьному обмену, жила в семьях. Да, они, конечно, принимают, вот, гости, гости. Но также я общалась с русскими, которые живут в Германии очень тоже давно. И вот они там детей родили и все, и тоже у них очень маленький круг общения. Только среди тех, с кем они переезжали, или те же русские, которых они случайно встретили на улице. Все, дальше никак не идет. Иногда даже сложно устроиться на работу, потому что какой бы ты ни был квалифицированный специалист, извини, ты приезжий, даже у тебя есть гражданство, нет. У меня есть все возможности, чтобы переехать в любую страну Европы. У тебя ведь вид на жительство в Евросоюзе. У меня вид на жительство, я спокойно путешествую по Европе. У меня есть жилплощадь в Европе, ну, в Эстонии. Я могла спокойно поступить в Германию, у меня есть шпаг, диплом по немецкому языку. Но зная себя, зная то, как я люблю свою страну, народ, я не смогу там жить. Это очень тяжело, это нужно играть постоянно, это нужно вот переступать через себя и все. А здесь всегда поймут. Ну, то есть в Германии... То есть там надо подстраиваться под вот этих вот руководителей и прочее, да? Да, нет, просто взять ту же Эстонию, был такой случай, когда моей знакомой стало плохо на улице. Спустя только 20 минут кто-то к ней подошел и обретил внимание, что, ну, человеку действительно плохо. У нас же, по-моему, это происходит намного быстрее. Почему нет? Ну, у нас абсолютно так же спокойно могут люди проходить мимо и ничего не делать. Мне тоже кажется, что приписывать какие-то качества какой-то нации, ну, это неправильно. То есть люди везде разные, в Германии, в России, ну, просто вам не повезло, вам встретились на пути такие люди. Ну, нет, в Америке тоже был такой момент, там мы дружили с человеком, он был моим тим-лидером, звали его Стив. В общем, когда пришло время отвозить нас на вокзал, он попросил отдельную плату, но я считала его другом, какая плата, если ты мой друг? Это в порядке вещей Европы, вот по своему опыту я несколько лет жила в Германии, и там нет такого, что, не знаю, там, кофе, да, на кофе молодой человек приглашает девушку, при этом должна обязательно, она платит за себя, он платит за себя. То есть это четкое разделение. Хотя, конечно, все люди разные, но понятие национальной психологии никто не отменял. Ментальность у каждой нации, у разных народов, она отличается. И в Европе, конечно, люди ведут себя иначе, чем, допустим, у нас в России, там, в Татарстане. Отношение к людям тоже отличается сильно. Но это не значит, что есть люди плохие и хорошие, они просто разные. Все зависит от вас, что вам ближе, и, в принципе, ради чего вы едете за границу. Я так понимаю, что все ищут счастье, не денег, потому что деньги – это пыль. Сегодня они есть, завтра их нет. Хочется же счастья, самореализации какой-то. Если у вас здесь не получается, ну, почему не съездить? В конце концов, даже разочарование, которое вы там получите, а может быть и не получите, оно будет полезно в будущем. В этом случае можно попробовать? Конечно, я с самого начала об этом сказал. К вопросу об ассимиляции за границей я хотела сказать, что вы нигде никому не нужны. Ни в России, ни за границей. И это ваш собственный проект. Понравиться кому-то, устроиться на работу, найти себе друзей. Потому что никто никогда нигде к вам не подойдет, не скажет, давай, я буду твоим другом, давай, я тебе во всем помогу, давай, там, вместе все делать, и я буду жить по твоим каким-то правилам. Если вам что-то нужно, вы берете и делаете это, вы ассимилируетесь. И это такое правило жизни, которое везде действует. Ну, я думаю, что о том, что нас кто-то где-то ждет, здесь никто и не говорит. Только амбициозные, самостоятельные люди выбирают этот путь. Нет, ну здесь звучит то, что за границей сложно найти друзей, нельзя прийти к соседям, тебя не возьмут на работу, к тебе не подойдут на улицу, если тебе стало плохо. Здесь все то же самое. Вечная фраза нашей программы, как себя зарекомендуешь, так и будет. Кстати, очень неплохая мысль, я просто послушал четыре истории, я просто хотел немножко подытожить, почему люди едут за границу, почему хотят, почему не хотят. Там важно, наверное, выделить три аспекта. Первый профессиональный, и на нем все четыре человека сходятся одинаково. Они едут туда, потому что там большие деньги, хорошая карьера, но так или иначе, в тех или иных инсинуациях оно примерно так выглядит. Второй аспект – это социализация. С ней сталкиваются, когда люди, они начинают уже глаза делать более шире. И как бы снимают эти розовые очки, которые надевают, когда видят эту шуршащую обертку, фантик вот этот, красочности и привлекательности картинок заграничных, которых можно в интернете видеть. Вот. Социализация начинается. Значит, вы понимаете, как вот правильно сказали, вы там не нужны, вы туда приехали, вы совершенно из другой страны, вы чужой человек. Я, может, не очень удачную аналогию приведу, но вот вы увидите на стройке граждан с Узбекистана, Таджикистана и всех остальных. Как вы к ним относитесь? Честно, скажите сами себе. Вот так вот просто. Вот так же относятся к нам с границей. Вот примерно то же самое. Да, и не важно, какой у тебя там был статус. Будь ты супербизнесмен или просто студент, который туда приехал учиться. Вы для них выглядите абсолютно одинаково. В супермаркете, если вы будете стоять в очереди, отношения будут, будьте уверены, одно и то же. Так что не нужно удивляться, когда за спинами что-то говорят или еще что-то. К этому нужно быть просто готовым. И не все это выдерживают. То есть люди, которые туда приезжают, они не могут к этому привыкнуть, к этому постоянному, когда на тебя смотрят, когда заперешептываются и все остальное. И третий аспект – это личностный. Это вот если человек хочет, у него действительно там все горит, и он вот через все пройдет, через огонь, воду и медные трубы, но будет там, он будет там. Вот поверьте, вот люди, которые возвращаются оттуда, никогда не скажут, ну, я имею в виду, поработав, как хорошо там. Вот если они вернулись, они скажут, там было плохо. А вот те, кто там живут, те, кто там остаются, проходят вот этот весь огонь, воды и медные трубы, выдерживают все потоки грязи какой-то на себя, вот этих всех трений. Они вам никогда не скажут, что там плохо. Они будут это терпеть, но они никогда не скажут, что там плохо. Да, действительно, здесь очень много прозвучало стереотипных мышлений как об Америке, так и о Германии и так далее. Но я бы хотел также привести живой пример по поводу безразличия друг к другу. Как-то пять лет назад со своей семьей я отдыхал в Доминиканской республике, она находится в двух часах полета на самолете от Америки. И действительно, там было очень много американцев в отеле, и мы как-то на них смотрели очень так диковинко с нашей семьей. И так получилось, что я играл с моими американскими сверстниками в волейбол. Ну, вроде бы игра прошла, мы сидим на пляже, и проходит этот американский парень. Я думаю, он меня не заметит, но он тут же подлетает ко мне, начинает знакомиться, и действительно ему было интересно. И у него, как вы говорите, не было это наигранности. И более того, мы провели с ним потом весь день, и он даже познакомил меня со своей семьей. Он очень много спрашивал, и, честно сказать, я для себя понял, что не нужно как-то судить по парочке даже людей или даже по паре месяцев о целой стране. То есть, действительно, это несколько сотен миллионов людей, и у каждого из них свое поведение, и, естественно... Совершенно верно, да. Есть вот небольшая такая вещь, почему люди начинают говорить, что там всем все равно. На самом деле, вот правильно говорили тут ребята, у нас есть все то же самое. Но есть одна такая замечательная тенденция, просто она и у нас повторяется, и у них повторяется. И поверьте, люди везде одинаковые. Чем дальше вглубь в провинцию вы едете, тем более радушные люди. Тем более ближе они принимают ваши проблемы, легче помогут. У меня была такая ситуация, что я уехал в городок под названием Валенсоль и совершенно не знал, как мне добраться где-то порядка 30 километров до местных лавандовых полей, потому что я просто не знал, что мне делать. Автобус там ходит один раз в день. Женщина на вокзале услышала, подошла. Мы с ней пообщались на английском, то есть она им владела. Она предложила свою помощь, довезла на машине, попросила мужа довезти меня и подругу до местного назначения. Они прогуляли там три часа, пока мы там были, и вернули нас обратно на вокзал. То есть понимаете, но это уже в глубинке, в провинции. Вы такое редко встретите где-то в больших мегаполисах, типа Марселя, Парижа и всего остального. Я имею в виду Францию. Ну там, наверное, люди просто заняты, а в провинции поскучнее. Так у нас все то же самое, понимаете. У нас заедешь в провинциальный городок и будет то же самое. А что, у нас все бабушки заняты тем, что они занимают места в автобусах и катаются от Приволжского района до Авиастроя. А в таких маленьких, что, они спокойно сидят, ты к ним подойдешь, здравствуйте, бабуль, может помочь? Да, конечно, ну что, помогу, только доедешь за мной пирожки, пожалуйста. Вот это так и скажет. Здесь такого не будет. Да, я тоже хотела бы сказать, в принципе, то же самое, потому что в Америке я тоже такое встречала, когда я вот жила в этом Боливерноне. Там также были люди, которые просто так могли меня подвезти куда-то, потому что я опоздала на автобус, а больше нет, и я там без телефона, без всего. И просто, то есть люди входят в ситуацию. И еще вспомнила по поводу наигранности людей. Я не считаю, что улыбка даже, которая пусть тебе внушена, а с детства ты должен улыбаться, это плохо. Я считаю, что это очень даже позитивный момент, потому что у нас люди не улыбаются о низких проблемах, но это нормально. А в Америке, пускай, допустим, кондуктор в автобусе, он будет наигранно, но каждый день мне будет говорить «Have a good day!». И каждый раз человек будет мне говорить что-то приятно, улыбаться, и это будет просто заряжать меня как-то эмоционально. По сути, это не так важно для меня, что он должен это сделать. Просто как я это воспринимаю, ну, это было очень, на самом деле, замечательно, что люди там так к тебе относятся. И даже если все так делают, ну, я считаю, что это позитивный момент. А по поводу ментальности? Это просто вопрос везения, какие тебе люди на пути попадаются, потому что я никогда в жизни, там, за границей не сталкивалась с ситуациями, где мне бы хамили, не помогали. И мне кажется, каждому из нас стоит сейчас ответить на вопрос, насколько мы помогаем людям, которые к нам обращаются на улицу, например. Сами-то мы помогаем, да. Да, да, вот по поводу везения ментальности, извините. Не вопрос выбора страны. Люди есть разные везде. Просто напомню один эпизод из фильма «Брат-2». А чего они все время спрашивают Хавайю? Они спрашивают, как у тебя дела. Им что, интересно, как у меня дела? Нет, неинтересно. Их вообще в этой стране, кроме денег, ничего не интересует. Вот, по-моему, это очень верное наблюдение. Ну, хорошо. Вот, я думаю, многие знают про такое явление, которое сейчас набирает обороты по всему миру, как каучсерфинг. Это совершенно безвозмездное предоставление своей жилплощади какому-то приезжему человеку, пока он приезжает в чужую страну, там, в какой-то чужой город. Исследуют его для того, чтобы не платить за тот же хостел, например. Ну, естественно, с возможностью такой, что ты можешь приехать в гости. Вот, но тем не менее. Ведь это по всему миру. У нас в России тоже есть. И у нас в России есть, конечно, иначе бы русские, может быть, даже и не занимались этим. У нас, да, считается, что очень гостеприимная страна. С другой стороны, это есть везде. Может быть, дело не в том, что где-то есть какие-то определенные ментальности, а в том, что весь мир развивается одновременно, и что все мы расширяем границы толерантности по всему миру. Вот это проникает как-то в другие страны. Границы толерантности, к сожалению, не расширяются. Они только сужаются, что мы видим на последних политических событиях. Ну, сейчас сложная ситуация. Татьяна Александровна, вот вы выслушали внимательно эту дискуссию. Скажите, может быть, ближе к финалу у вас какая-то возникла точка зрения все-таки, где лучше, что следует делать? Ну, это каждый решает и выбирает для себя сам. То есть я хочу посоветовать всем тем, кто собирается поехать за границу, обязательно это сделать. То есть это нужно сделать. Я сегодня с коллегами разговаривала, как раз тоже готовясь к этой передаче немного. Если бы я два года не отучилась в Германии, то это был бы такой огромный пробел в моей жизни на самом деле. Поэтому я всем советую обязательно когда-нибудь съездить и получить такой опыт интересный. Большое спасибо, Татьяна. Но лично я для себя сделал такое вот то, что нам надо переезжать все-таки в Новый Уренго. Ну что ж, друзья, большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли, выбрали время. Большое спасибо питерским друзьям, которые к нам приехали. Ешкаролинским, Тольяттинским, Тольяттинским, Геленджикским тоже себя предвекламили. Ну что ж, всем большое спасибо. С вами была программа «Твердый знак». Я Марина Хакимова и Роман Полинсков. Увидимся скоро. Всего хорошего. Живите там, где вам нравится, где вы чувствуете себя дома. Всего доброго. Увидимся. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ